МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В начале выпуска коротко о главном. Пожизненные неудобства, барачная прописка. Почему так обращаются к народу? Традиционные осенние ярмарки Аул-Береке начинают свою работу. Присоединяется к старым производителям и будет представлен в продукцию в субботу. Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдебеков встретился с губернатором турецкой провинции из Кишихир господином Гюнгор Азымтунам. Нурмухамбет Абдебеков рассказал гостю о Карагандинской области, о работе местных органов власти по реализации реформ, проводимых президентом страны Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. Отметил, что продукция предприятий региона экспортируется более чем в 50 стран мира. Общий внешнеторговый оборот по итогам 9 месяцев текущего года достиг 5,5 миллиарда долларов, в том числе с Турцией 72,4 миллиона долларов. В нашей области работает более 1300 совместных предприятий с участием иностранного партнера. Хочется отметить, что среди 1300 111 предприятий созданы с участием турецких партнеров. Глава региона напомнил, что Казахстан и Турция входят в международную организацию «ТюрксОй», что открывает большие возможности сотрудничества в культурной сфере. По предварительной договоренности с руководством этой организации, в рамках празднования 200-летия народного композитора Кюйши Дамбриста, одного из основателей Центрально-казахстанской школы исполнения Кюев в стиле шертпе Татимбета Казан-Габулы, запланированы гастроли Академического оркестра казахских народных инструментов имени Татимбета в городах Турции, в том числе и в Эс-Кишахире. В завершении встречи Нурмахавет Абдебеков поблагодарил гостя за визит в Карагандинскую область и выразил уверенность, что всестороннее сотрудничество между регионами Казахстана и Турецкой республики будет развиваться и укрепляться. Лед тронулся. С датчиков, повышение зарплат, обновление базы и подвижного состава, как обещали. Чтобы успеть посмотреть, как работают 9 предприятий-перевозчиков, депутаты разделились на 3 группы. С одной из них отправилась и наша команда. Знакомство народных избранников с работой автопарков началось с самого крупного автопредприятия Караганды автобусного парка номер 3. Экскурсию по парку для депутатов начали с линии технического обслуживания автобусов, которые успешно модернизировали по всем стандартам и сейчас ожидают необходимое оборудование. Далее были осмотрены боксы для автобусов, воздушный, малярный цех, который оборудован современной вентиляционной системой и показаны новые котлы отопления. Почти во всех помещениях к сегодняшнему дню сделали капремонт. В декабре собираются купить несколько десятков новых машин. И сейчас у нас один, кстати, экономию мы получили по году 400 тысяч киловатт. Предоставлять сервис и создавать условия для работы не хуже, чем в Германии, поставило себе целью руководство третьего автопарка. На сегодняшний день, как рассказало автобусное начальство, сотрудникам повысили зарплату на 15% и заказали униформу. На территории предприятия функционирует прачечная и сушилка с современным оборудованием. Для иногородних сотрудников здесь есть мини-гостиничный комплекс, также имеется центр здоровья, где предоставляется первичная медицинская помощь и услуги стоматолога. Белые рубашки, галстук и кепочки. На предприятии МОНАС депутатам показали закупленную униформу и GPS устроится в машинах. У этого перевозчика лишь два городских и несколько междугородних маршрутов. Директор Иван Годенчук в беседе с депутатами говорил про достижения и проблемы. Народных избранников интересовало, например, как реагирует руководство на жалобы пассажиров. Мы обязательно связаны с заявителем, тот, кто пожаловался, то есть мы обязательно какой-то... Выясняйте обстоятельства. Обязательно, вот досконально это, может даже, как говорится, ну это правильно, так и должно быть, чтобы заявить, хотя я думаю, что пассажир всегда прав, но мы так ориентируем всех наших водителей и кондукторов. Следующий пункт назначения фирмы «Экспресс-ИА». Здесь депутатам продемонстрировали наблюдение за маршрутами. В режиме онлайн на специальном сайте. Показали форму для кондукторов и водителей. В этом автопарке два городских и дачных маршруты. Все автобусы оснащены видеорегистраторами. Водителям для наглядности на самом видном месте информация к сведению, текст меморандума и другие рабочие моменты. В окончании встречи ответы на вопросы депутатов. Мы капитального ремонта не делаем, у нас вся техника новая. Вся новая. У нас процентов 20 всего старой техники. Всю информацию депутаты обсудят на ближайшем заседании постоянных комиссий с участием перевозчиков и чиновников и сделают соответствующие выводы и рекомендации. Впереди небольшая реклама, оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercules. Торговая марка Galvin представляет Эконом-серия профиль Galtec 53-й серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это ваш профиль. Стандартная система – профиль Galvin. Профиль Galvin 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка – серия эксклюзив. Пятикамерный профиль Galvin 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Galvin выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin морозостойкий, надежный, прочный. Настоящий медвежий угол обнаружили в Караганде наши корреспонденты. В Пришахтинске в районе техбазы существует улица Болотная, на которой в прямом смысле слова существуют семьи, проживающие в бараках. Бытовых условий никаких и прописки тоже никакой. В четырех бараках на Болотной проживают бывшие работники ЦОВ, которые уже не работают. Этой фабрике и принадлежит так называемое жилье, вернее принадлежало. Теперь это заброшенный угол и люди представлены сами себе. Вроде они есть, а вроде и нет. Живут десятки лет, а прописаться не могут. Не могут приватизировать хоть такое жилье. Семья Теребаевых – яркий пример мыторств по всякого рода инстанциям. Жанар – мать троих детей. Муж постоянно на работе. Последняя надежда на легализацию имущества не сработала. В легализации было отказано. Чтоб выписалось. Куда идти людям? Они же не просят от государства, дайте деньги, помогите, дайте квартиру. Они сами своими руками сделали. Почему так обращаются к народу? Действительно, когда-то здесь были только стены, без пола, все выгорело. Семья Теребаевых собственными силами восстановила две комнаты. Теперь здесь можно жить, но нельзя прописаться. Несмотря на обращения в различные инстанции, здесь не ступала нога акиматовских чиновников. Все в коттедже живут, и дети у них живут, правильно ведь? А им нету приписки, нельзя же так делать. Да я думаю, и государство, они же и за воду бы платили, и за свет бы платили, правильно ведь? Ну, почему это так делается-то у нас? Если взять один кирпич, мало толку в нем, потому что из него не построишь дом. Даже если пару кирпичей рядом положить, мало толку будет. Вот сеньора Тыковка из известного мультика смог доказать свое право на жилье. А в жизни все гораздо сложнее. Хоть за воздух мы не платим, но и дышать таким воздухом, как на улице Болотная, порой невозможно. Вот дождик пройдет, испарение идет, испарение с этих куч идет. А куда нам валить? Все валим. Ну, у нас тут вот Иванов Александр ходил, и ему везде все отказали. На ЦОВ ходил, тоже отказали. Действительно, зачем новым предпринимателям брать на себя лишнюю обузу? А ведь жители готовы платить и за вывоз мусора, и за коммунальные услуги. Вот только некому, нет хозяина. Спорным моментом является то, что многие граждане, которые имеют квартиры по договору найма или по договору опеки, думают, что можно их легализовать. Но квартиры не подлежат легализации по двум основным причинам. То есть, первое, если они находятся в коммунальной собственности, то есть государственной, то есть они не подлежат легализации, то есть уже у них есть собственник в лице государства. Второе, по тем квартирам, которые являются бесхозными, они, соответственно, с гражданским кодексом должны в доход государства оформиться соответственно. Теперь только суд сможет вынести решение по поводу легализации жилья и, естественно, прописки и определения хозяина. Правда, как считают адвокаты, перспектива нерадостная. Но пока правовых оснований по предоставлению жилища из Государственного жилищного фонда не имеется, поскольку жилье предоставляется в порядке предусмотренного закона. Пока в настоящее время правовых оснований нет. Несмотря на полный пакет подтверждающих документов, комнаты в бараках по улице Болотной легализации не подлежат. Вопрос ясен. Но проблема остается, как остаются жить на улице Болотной люди, чей труд был когда-то востребован на обогатительной фабрике. Сегодня это богом забытое место. Справедливо ли это? Сергей Высокосов, Улжас Габазов, Арман Нартаев, 1-й, Карагандинский. Сотрудники дорожно-патрульной полиции спасли из горящей квартиры женщину и ее пятилетнюю дочь в Караганде, сообщает Департамент внутренних дел Карагандинской области. Пожар случайно обнаружили соседи, но главное – вовремя. Поднимаюсь по лестнице своего подъезда. Здесь, в этой квартире, шел дым сильный. Я начал стучаться, никто дверь не открывает. Никто не растерялся. Быстро повестили пожарных и полицию. Экипаж ДПС получил вызов о том, что в одной из квартир в 17-м микрорайоне произошел пожар. Автопатруль в составе заместителя командира взвода старшего лейтенанта полиции Осета Ахметова, сержанта полиции Ерсина Абикеева, младшего сержанта полиции Ержана Онгарбай направился на вызов. Полицейские полка дорожно-патрульной полиции выбили дверь, вошли в заполненную дымом квартиру. Где обнаружена 4-летняя девочка, ее мать, которая находилась в бессознательном состоянии. И на месте прибыла пожарная служба, где с помощью лестницы зашли на третий этаж, потушили пожар. Данная девушка и ее мать были спасены, доставлены в бригаду скорой помощи, в дальнейшем госпитализированы в ООНЦ. Быстро отреагировали соседи, четко сработала служба оперативного управления. Могло бы и быть хуже. Мы же не знали, кто здесь закрыт был. Стучались, он не открывал. Могла бы и эта девочка, которую спасли, могла бы она и погибнуть, конечно. Полицейские моментально эвакуировали из подъезда более 20 жильцов. Вовремя прибывшие пожарные с помощью лестницы затушили огонь. По данным полиции, пожар начался из-за того, что женщина развесила в квартире белье и оставила обогреватель под бельевой веревкой. Одна из вещей упала на обогреватель и загорелась. Сергей Высокосов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Накануне своего профессионального праздника в департаменте ЧАЭС прошел областной интерактивный урок с учащимися школ-интернатов. Урок был посвящен грядущему профессиональному празднику – Дню Спасателя. Спасатели пригласили на встречу учащихся спортивной школы-интерната имени Алии Молдоголовой. Честники рассказали ребятам о всех прелестях своей профессии. Что входит в задачи спасателя, с чем приходится сталкиваться, что необходимо знать и уметь. Вдобавок ученикам показали спасательное оборудование, спецформу и многое другое. Дети, в свою очередь, делились своими спортивными достижениями и планами на будущее. Прослушав подобную лекцию о профессии спасателя, кто-то из школьников уже заинтересовался этой работой. Очень хорошо, познательно. Тоже заинтересовался этим. Может, как-нибудь подумал, тоже поступить захочу. В виде энтузиазма детей, то, как они активно задают вопросы и всерьез интересуются этой профессией, спасатели проинформировали школьников, что необходимо для зачисления в их ряды. Поступающие на момент начала учебного года должны достичь 16-летнего возраста и их не старше 25 лет. К поступлению принимаются ребята, имеющие среднее образование или среднепрофессиональное образование. Возможно, после этого урока число спасателей возрастет, ведь профессия эта весьма благородная. С наступающим вас праздником, дорогие спасатели! Карагандинская хоккейная дружина, играя в гостях, одержала волевую победу над командой «Ишсталь» из города Ижевск. Очередная победа «Сарарки» сохранила лидерство команды в турнирной таблице высшей хоккейной лиги. Исход матча определял положение лидерства в турнирной таблице между двумя командами. Уже на третьей минуте игры первого периода Александр Шинкарь открывает счет. Но сразу же, через полминуты, хозяева сравнивают противовес «Шайб», а через минуту они выходят вперед. Вихарев-Денис выводит «Ижевскую» команду в лидеры. Играя в большинстве, подопечные Алексея Фетисова никак не могли подобрать ключ к воротам «Ишстали». Лишь когда составы команд уравнялись, Олег Ломака сравнивает счет. Несмотря на обилие атак обеих команд, в первом периоде счет остался равным 2-2. Во втором периоде Олег Ломака оформляет дубль, а в третьем периоде Александр Васильев забивает шайбу в пустые ворота и устанавливает окончательный счет 4-2. Победа «Сарарки». Следующую игру наша команда проведет в гостях 17 октября в Перми против местного хоккейного клуба «Молот Прикамье». В Караганде прошло открытое первенство по греко-римской борьбе с спортивной школой «Даулет» среди юношей 2000 и 2001 годов рождения. На соревнования съехалось более 80 борцов со всего региона. Соревнования среди юношей проводятся с целью отбора лучших борцов на республиканский турнир, который пройдет в городе Адбасар 24-25 октября. «Есть ребята, которые будут представлять нашу область и на чемпионате Казахстана по младшей возрастной категории. Они тоже здесь проверяются для того, чтобы навыки свои закрепить». Молодой спортсмен Ербулан Куад занимается борьбой 4 года. За это время он стал призером международного турнира и чемпионом республиканского турнира. Мечтает стать олимпийским чемпионом и чемпионом Казахстана. «На сегодняшних соревнованиях я борюсь весовой категории до 38 килограмм. В первой схватке одержал победу. Буду стараться одерживать победы и в следующих схватках». Соревнования для юношей – хорошая площадка для проверки сил и мастерства спортсменов. Именно на таких соревнованиях вырастают будущие чемпионы-международники. Викзат Аликайдаров, Айдын Жахан, Арман Артаев, Первый Карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. Сельскохозяйственная ярмарка «Аулбереке-2014» открывает свои двери для горожан. В этом году она проходит в первый раз. В субботу, 18 октября, по улице Олимпийской жители могут закупать продукты. Овощи, мясную и молочную продукцию местного производства и многое другое будут продаваться по сниженным ценам. Управление сельского хозяйства совместно с Акиматом города Караганды проводит ярмарку, уже ставшую традиционной для всей области. Товары сельскохозяйственных ярмарок традиционно отличаются низкими ценами и широким выбором. Приедут с 8 районов сельскохозяйственных товаропроизводителей. Бухар-Жираусские, Асакаровские районы, Абайские, Нуринские, Шетские и Жанаркинские. В данные регионы приедут представители сельскохозяйственных товаропроизводителей и будут представлены продукции в субботу. Акиматом города Караганды были оповещены все местные товаропроизводители о том, что они могут воспользоваться площадкой ярмарки, но при условии, если стоимость их продукции будет ниже рыночной. Мясную продукцию будут продавать от 700 тенге, помидоры 100 тенге, картофель, морковь по 45 тенге. Ярмарки будут ждать карагандинцев 18-25 октября и 8 ноября с раннего утра. Лариса Хусейнова, Олжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49. Амазова Умстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова